Всем привет и хорошего настроения! Здравствуйте, дорогие единомышленники! Привет всем зрителям нашего канала! Сегодня, как и обещал, обзор будет посвящен приобретенным на блошином рынке на удельной кинопленочкам любительским 8-миллиметровым просто 8 миллиметров, не 8 супер, а 8 миллиметров которые мы с вами просмотрим при помощи такого замечательного древнего кинопроектора Луч-2 пленочка, которую я сегодня хочу представить вашему вниманию называется Родители в ГДР, то есть Германской Демократической Республике в стране, которой нет оказалось так, что половина пленки там просто ничего не видно ну не половина, наверное, одна четверть вот она здесь на приемной катушке уже намотана а вторая половина начинается с цветных кадров может быть даже на ГДРовской пленке кстати, я это пока не определил поэтому давайте посмотрим без комментариев на небольшом вот таком экранчике поглядим то, что, так сказать, можно рассмотреть желаю всем приятного просмотра всем привет и хорошего настроения на этом остаюсь с вами Сергей субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok да, для советского человека ГДР всегда была за границей Добавил субтитры сделал DimaTorzok туристы смотрите автомобили какие импортные а что такое свалка ну тут мы сами и жигули видели, да? у нас печи старые, а это вот Трабанто, по-моему вон в Варбурге в Страбанто вон в Варбурге какой город абсолютно не понятно и что там делали родители хозяина бывшего хозяина этой кинопленки я не знаю возможно туристы под сдан написано можно социальной делегации битвайки карус дополнен на метку немецкий автобус социальной делегации были туристам снято конечно полюбительским и быстрые переходы одного плана на другой до дергание камерой я сам так снимал это не трабе пластмассовые автомобильчику в берлине есть даже музей трабе в общество любителей трагом там волга была я на старинный доман щитой германии так вот как там проектор вчера смазал подрегулировал посоветовал по совету единомышленник получит а работать не дергается хотя летом уже больше чем нет грязь с ней бороться могу выползает фильмовой канал за динус пленку надо останавливать проекцию я не хочу времени не очень много очень мешает а вот сюда парать комикски на камеру не любит до атмосфера того советского гдр овского сказать государства сейчас возобновим показ друзья извините он для ксу углов вторую включил воспроизведение прикольно люди ведущие задом продолжим друзьям вот люди пошли как положено они а вы и Продолжение следует... Продолжение следует... На экране довольно резко всё... Почему в камеру так нерезко приходит... Не пойму... Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю город, но на самом деле Германия будет как в Берлине, а в остальных городах так проездно... Продолжение следует... Продолжение следует... Гуманный такой зоопарк с нашим питерским душегубским, не сравнишь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Берлин, Бранденбургские ворота, граница между западным и восточным берлином. Вот как все это выглядело, шлагбаум, существовала берлинскую стену. Люди на грани фола снимаются у границы. Как характерно. Гварденбургские ворота. Гварденбургский хранитель. вот редко в парк ну емкий такой ролик но но а и а а и и и Продолжение следует... Берлинскую стену снимать нельзя было... Продолжение следует... Почему-то очень много пленки такой... С недоверсками... Продолжение следует... Наверное, уже нигде... Продолжение следует... Продолжение следует... Видите, верхний край кадра обрезан... Это параллакс... Видимо, человек при съемке на камеру не учитывал параллакс... Она, видимо, не зеркальная была... Поэтому как бы... В кадр влезало не то, что видно в виде искателя... Но на этом, друзья, наверное, все... Всем спасибо большое за внимание... Я откланиваюсь... Оставайтесь на канале... Есть еще одна пленочка... Под съемку... Пока-пока... Всегда с вами Сергей... Продолжение следует... Продолжение следует...